Понял ли что? Выйди отсюда! Уберите отсюда этого подонка! Уйди отсюда! Уйди отсюда, я тебе сказал! Уйди отсюда! Уйди отсюда, нечисть поганая! Уйди отсюда, ты делаешь, что ты делаешь! Мы сейчас на связку живы и здоровы, слава богу, Андрей Лесик, який нам расскажет, что там по его справе в Харківском суде щодо справи у побитей співробітників СБУ. Я сам работаю. Ты еще гривень пришел сюда? Нет. А что ты пришел сюда? А что ты пришел сюда? Я поддерживаю друга. Какая церковь? А я просто пришел сюда. Смотри, я пришел тут, а ты пришел. Ты пришел? Ты конкретно на УКВЖ говоришь или нет? А почему? А почему? Ну почему? А петух под русскими флагами, тут русский мир стоял звал. ХНР хотел делать. Да, Андрюш? Ты ничего не знаешь, что сейчас говорить. Так ты расскажи. Я слушаю. Я слушаю. По телевизору говорится, у нас клана вдруг, войны нету. Гражданская война. Да, Андрюш? Пацаны, что вы кричите? Я не кланчал, у меня полосы. Ты в охране? Ты в охране? Я похож на охране, конечно. Ну да, да. А тебе Виталий подначально зовут? Да не, Вася меня зовут. А чего он тогда спортиков привел? Каких спортиков? Ну там во дворе сидел. Тут есть кто? Кроме вас тут никого нету. Может у ваших будет? Не-не, не наш. А вдруг ваш? Не-не-не. Так расскажи мне, что не так, что тебе не нравится? А что тебе не нравится? А что он петух пророссийских, а не что не нравится? А что он петух? А что петух за татуировка? А что, какая у тебя разница, что он не нравится? А ну просто интересно, что он не нравится. А ну просто интересно, что он не нравится. А ты кто-то петуха не спрашивает за татуировку? А ты кто-то петуха не спрашивает за татуировку? А ты кто-то петуха не спрашивает за татуировку? А я тебя не спрашиваю. А я тебя не спрашиваю, интересовался. Ну а какая у тебя разница, почему он набили? А просто интересно. Интересно бывает, но и в чем. Мне интересно, почему он пророссийский пепел. А почему? Он же говорит, что гражданская война у нас. У нас гражданская война. Я не слышал. Смотри на Youtube. Скидка с ним. Я не видел. Он просто смотрит на него. А ты не смотрит? Я не знаю. Через несколько минут будет продолжено слушание по делу Андрея Анатольевича Лесика. Напоминаю, что он был освобожден из-под стражи 1 марта 2018 года. Это было как бы непривычно. Потому что по данной категории дел подозреваемые и обвиняемые сидят годами. Даже часто без какой-либо доказательной базы. На тот момент существовала норма, что если человек находится под следствием или под судом, он обязательно должен сидеть только под стражей, даже без залога. И вот дело Андрея Лесика переломало эту ситуацию. Сразу завели новое дело. Хотели снова встать под стражу. Он в принципе меньше всех. Сидел всего 76 дней. Но его дело является показательным. И сегодня мы рассчитываем допросить несколько свидетелей и переходить на дебаты. То есть фактически мы движемся к финалу. Рассчитываем на законное решение суда. Ждем оправдательные приговоры по всем статьям. Я напомню, в отношении меня было возбуждено порядка 11 уголовных дел. Начиная от 110, там их несколько было. Это сепаратизм и так далее. Ну и самое смешное, это избиение группы работников СБУ. У меня в деле следователи потерпевшие, это один и тот же человек. И нужно будет в суде этот момент прописать. То есть в статусе потерпевшего меня закрывали в СИЗО. Меня допрашивали. Назначали бестолковой экспертизой на телефоны 17-го года выпуска, что якобы с них сделал публикацию в 14-м году. В общем, это дело все сплошной фарс. Мы настроены на то, чтобы в скорейшее время его закончить, получить оправдательный приговор и уже дальше заниматься теми вопросами, чтобы подобных работников СБУ близко не было в правоохранительной системе. Потому что это стыд и позор для государства. Они проедают бюджетные деньги, годами слушаются дела. Я напомню, что дело было возбуждено в сцепке, когда лишали меня мандата. Так вот, за мандат свой я судился 4 года и мы победили. А сейчас, звенья одной цепи, дело техники, я уверен, в ближайшее время получим оправдательные приговоры. То, что судья тянет резину, мы прекрасно понимаем. Это его, как бы, может быть, позиция. Но должны знать нас, что мы не останавливаемся на полпути. Мы идем до конца. Дякую. Спасибо. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. 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 Что мы можем делать? Мы исключительно в правовом поле, в рамках закона. Судье что-то говорить, это бесполезно. Он принял решение, что, и я сам это понимаю, что завтра они же сами подадут ходатайство о том, что заседание было неправомощно, и ввиду этого нужно будет отменять приговор, потому что прокуроры не имели полномочия участвовать в заседании по сути. Для чего это они делают? Ну это у них спросите. Дело в том, что когда мне хотели меру пресечения изменить домашнего, круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей, когда стояла каталажка, то у меня в день было по три заседания и по три бесплатных адвоката. И бегали прокуроры толпами, и у них и полномочия были, и все было. Другой момент, что они просто понимают, что мы идем до конца, и они знают, что с нами лучше не спорить, потому что мы с правдой добьемся. Сейчас могу сказать, что где бы я ни пребывал в течение дня по городу, постоянно идет слежка. То есть любые встречи, все фотографируются, даже занимаемся тем, чтобы пристроить собак из Харьковского приюта. И то бегают, фотографируют, типа спецоперация по удочерению или усыновлению собак. Это уровень разве СБУ? СБУ должна заниматься нормальными какими-то вещами, вопросами безопасности. А что они сейчас делают? Мы видим, что они полностью скатились не в правовое поле и занимаются, по сути, политическими репрессиями. Все то, что было при Порошенко. Другой момент, что у тех хоть был инстинкт самосохранения, а сейчас судья ж не хочет сидеть. Вот который, он сейчас стал головой суда. Я понимаю, почему он по процедуре. И я уверен, что мы получим оправдательный приговор. Если бы у них было чем крыть, они пришли бы сегодня с полномочиями. Ну это ж идиоту, понятно, что нельзя приходить просто так. Вот у меня договор с адвокатом закончился, дело уже слушается почти сколько там. Больше трех с половиной лет только в суде, а так в целом он существует пять. И мы каждый год переподписываем договор. Вот мы сегодня раз принесли, но это мы сделали. В следующий раз они могут сказать, у нас переводчик нужен с русского на украинский. Что хочешь, может быть. Провокатом, вы видели, как бросался и пытался там что-то язвить полковник или кто он? Он же потерпевший, следователь СБУ Дягилев. Ну вы слышали, шел, какие варианты у меня? Он потерпевший, я с ним не имею права общаться. Мы зафиксировали на видео, мы посылали его на три буквы, потому что другого мы не можем делать. Вот это вот, извините, слово трудно подбирать. Занимался непонятно чем, провокациями. И мы сегодня, если бы допрашивали свидетеля, вы бы понимали, в каком он состоянии был, когда приходил ко мне в больничную палату, когда якобы я их там избивал. Тогда он приходил пьяный, и это подтвердит свидетель. Приходили без документов, как вот сегодня прокуроры. Так же само они явились в палату, не имея права туда заходить. Больничная палата приравнивается к жилью. Туда можно было войти только по ухвале сличного судьи. Они туда заходили не один раз. Это сегодня было сказано с уст Черничкина Николая Дмитриевича. Он уже сегодня приезжал пятый раз. В прошлый раз он приезжал со Славянска, сейчас приехал с Северодонецка. И каждый раз мне нужно ему отдавать 160 или 340 гривен. Я, извините, уже не могу позволить себе. 340 гривен, это шучу, для того, чтобы он ездил на суды. Это смех и грех. Но дело, которое ведет Тихоненков и его адвокатское объединение, будет знаковое. И это только начало. А продательный приговор есть у их организации по Алисандровской. И будут еще не один. Запомните это. Но система, которая поедает людей, поглощает людей, к чему они добывали? Чтобы люди либо ехали на обмен, выкидывали вот так вот, просто как Мехтил Павловича Лагунова и многих других. Либо которые идут на сделку с прокуратурой и так далее. Мне, чтобы вы знали, прокурор, который сегодня был в заседании, предлагал 2 года назад в здании областной прокуратуры, давай закроем по срокам давности. Я говорю, ребят, только оправдательный приговор со всеми компенсациями. И лично Данильченко, даже если он на пенсии, будет за это отвечать. А Венедиктова пускай занимается своими подопечными. Чем они занимаются? Если они могут с полномочиями прийти, это что, работа прокуратуры? Это просто позорище. А если вы занимаетесь слежкой, то делайте так, чтобы вас хотя бы не видели. Вы недавно видели, как снимал Тойоту Камри 8044 в прямом эфире, когда типа они следят и так далее. Я могу много чего рассказать, куда, где ездят, где бываем, что и так далее. Но мы все карты не будем выскладывать. Если они думают, что мы не в курсе, мы все в курсе. Обыски, если там готовятся, пожалуйста, приходите, вот ваши телефоны 2 ждут со всеми документами. Приходите, мы вас ждем. До встречи. Продолжение следует...